оформите кредит в сбере и получите шанс выиграть деньги на его погашение а еще получаете ежемесячный кэшбэк 2 процента ставки выгоднее со спир прайм азамат ты как булочка с корицей я так рада тебя видеть друзья я и догались а это азамат музыгалиев и к нему есть вопросики ну правда рада ты супер звезда ты один из самых популярных ведущих ты дико смешной и харизматичный человек блин вот все что ты говоришь вот да вот я ничего не могу поделать с этим это действительно так сначала мы вообще вышли на улице москвы и спросили знают ли люди кто такой азамат мусагалиев давай посмотрим ты знаешь кто такой азамат мусагалиев да он казах весел чувачок он комик телеведущий ну просто он видите кто такой азамат мусагалиев комик за что ты его любишь я его не люблю комедий клапки верну что тут делает или нет не знаю ну хорошо классный смешной очень махрипа хрипулаевна махрипа хрипулаевна я точно помню как будто высыпаешь бревна махрипа хрипулаевна помню шоу больше всего шло на тнт где там пели что-то пели 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 все и он вел вот это шоу азамата прикольное большое шоу мне нравится согласен согласен заходит большое сердце большое шоу антон просто прелесть это как комплиментарное у вас шоу да это понимаю в авиапарке меня знают а мне кажется нет места где бы тебя не знали потому что у нас вообще мне кажется такого еще никогда не было чтобы ну прям каждый человек узнал приятно давайте сразу услышим первый вопрос давайте азамат есть вопросик какой из своих проектов ты считаешь самым лучшим самым лучшим но у тебя огромное количество проектов вот в один момент такое было ощущение что ты просто везде посмотри наверное самый есть самый там успешный проект есть огромное количество проектов которые планируются быть успешными они сейчас находятся там зачатки своем или только там не знаю подростковый возраст знаешь когда ты еще не понимаешь какой человек будет в итоге а он типа готов и и мать обмануть и там и и бабушке помочь какой-то то есть непонятно какой человек еще и вот вот сейчас такие проекты есть есть проекты которыми ну реально которые близки сердцу это скорее всего проект но это не мой проект это в том числе я принимал участие в этом проекте это наверное камазяки конечно легенда да это шоу камазяки которые вот мы сейчас приехали из минска и поставили там абсолютно рекорд по количеству зрителей 12 тысяч человек дали концерт три дня подряд это был просто кошмар минск это вы просто супер да я просто ну со стороны посмотрел мы дали тот третий концерт уже мы сели там вот такие развалку гримерки я просто со стороны посмотрел на ребят ну с этими ребятами мы уже там с 2002 с 2003 года вместе и существуем и прошли абсолютно все и у нас срывало крышу от популярности и конечно и деньгами мы там проверялись всевозможные были моменты когда там и мы расходились и исходились и праздновали рождение детей там и свадьбы и так далее то есть это люди которые уже стали родственниками наверное этот проект для меня самый дорогой но он правда у нас всех сердечках а камазяки они путешествуют полным составом как было в кв или изменился состав нет мы абсолютно полным составом то есть у нас нет такого чтобы кого-то мы не берем потому что иначе мы меньше заработаем там или или там мы не берем тебя потому что ты мало выступаешь мало тебя в сценарии такого вообще нет но вот слава макаров он с вами катается слава макаров покинул наш проект ему наверное если задать такой вопрос то он вряд ли ответит а как он ответит ну я не знаю какие у него проекты наверное маска он скажет честно если мы здесь мы говорим откровенно честно конечно то если честно говорить то я иногда радуюсь за вячеслава макарова как вы не желаю как-то плохо так разбежали цвет мы не плохо нашлись просто ну и как сказать ну человек поет песни классно поет и как бы не было препятствий тому чтобы он пел песни дальше вот ребенок начал ходить и то есть как будто бы нет препятствий тому что он будет ходить дальше. Но вот он ходит, ты такой порадовался, да, классно ходит. Дальше он ходит, я не могу дальше за него радоваться, что он ходит. Но я должен радоваться тому, что он там научился плавать, например, теперь. То есть он умеет и ходить, и плавать уже. Я там, ну, я такой, мне говорят, а вот ваш ребенок теперь, помимо того, что умеет ходить, плавать, он еще умеет читать и писать. Я такой, о, вот здесь вот я радуюсь. А мы-то со Славой познакомились, потому что он умел петь, ну, честно. И вот он поет. Ну, как бы я же знаю, что он поет. И вот я как бы уже порадовался. Ну, я честно порадовался уже. А почему я, почему, мы же и откровенно говорим. Конечно. И момент, когда Слава попробовал себя там на поприще телеведущего, я в этот момент тоже порадовался. А он дальше продолжает быть телеведущим. И я такой, ну, прикольно. Он поет и телеведущий теперь. Все. Поэтому у меня нет вопросов к людям, которые там за меня не радуются. Потому что я, они знают, что я комик. Ну, я вот продолжаю быть комиком. Если бы я еще был бы комик и умел, например, летать. Вот тогда вы все такие, ебать, он еще и летать умеет. Научился. Вот это действительно, типа, талант. За то время, пока мы с вами знакомы, в моей жизни многое поменялось. Если бы вы раньше спросили меня, Ильич, какое твое самое любимое блюдо? Я, конечно, бы сказала, жареный картошечек с лучком. А сейчас в еде я придерживаюсь комфортного принципа, который сама придумала. БМПП. Более-менее правильное питание. То есть не ограничивать себя, но при этом есть полезную, функциональную еду, которая будет приносить и пользу моему организму, и удовольствие. А это значит, мне должно быть вкусно. Я тоже иногда стою за плиту, чтобы побаловать себя и домашних, изысканные блюда. И вот здесь важно, как приготовить. Hot Point Flexi Crisp Это не заклинание в Гарри Поттере. Это такая технология в духовом шкафу Hot Point, которая создает хрустящую корочку для множества блюд. Из мяса, рыбы, курицы и даже выпечки. В общем, меньше слов, больше хрустящей корочки. Я буду готовить дорадо. Ставим противень в духовку. Какая красота! Сними поближе. Даем рыбке отдохнуть 15-20 минут. Смотри, даже рыба отдыхает, а мы с тобой нет. И самое главное, за 10 минут до готовности нажимаем заветную кнопку Flexi Crisp. Ммм, корочка. А еще тут тройное стекло, которое надежно защищает от нагрева. И это безопасно. А вот томить меня уже небезопасно. Ну вот и все, достаем рыбку. Мой уровень осторожности на минимуме, потому что в духовке есть еще одна важная штука. Устойчивые телескопические направляющие. Они выдвигаются плавно, и можно спокойно достать противень. Ммм, ну это вау! Быстро, просто, вкусно, и все в шоке от ваших кулинарных способностей. Я в шоке. Какой я могу сделать вывод? Техника Hot Point легко встроится и на вашу кухню, и в вашу жизнь, и поможет легко справиться с кулинарными желаниями и вызовами. Выбирайте свою духовку Hot Point на сайте. Ссылка в описании. Духовку, что ли, забрать? Кать, давайте духовку тоже заберем. А ты продолжаешь быть ведущим однажды в России? Да, я объявляю номера. А какая сейчас ситуация? Потому что вышло же шоу на НТВ, которое называется «Звезды», где ты тоже ведущий. Я так поняла, что оно прекрасно стартовало, потому что кусочки разлетелись, рейтинги были хорошие. Еще один классный проект в твою копилку, но был слух, что в связи с этим убрали какие-то проекты с ТНТ. Это правда? Немножко не та хронология. А расскажи, какая хронология. У меня был эксклюзивный контракт с телеканалом ТНТ, по которому я должен находиться только на телеканале ТНТ. И мои проекты, какие бы то ни было, я должен был вести любые проекты на телеканале ТНТ, какие захочет телеканал ТНТ. Это был контракт, я за это получил баснословное количество денег, и ни капли об этом не жалею. Я просто обожаю его. Расскажи, вот типа, баснословно много денег, или баснословно много денег? Как тебе сказать? Ну, то есть, пару раз я такой говорил, ого! Даже зная, что эти деньги придут, да, мне такие говорят, мы тебе заплатим вот, ого. Я такой, а, ого, ты согласен? Я говорю, да, я согласен. И когда они приходили, такой, это же, ого! Я делал вот так. Ну, я все, честно, все заплатил, все налоги, я все, потому что я понимаю, что если бы я не платил налоги, то есть, как можно, типа, сохранить еще, ну, то есть, не платить налоги, и такое, типа, понимать, что это, я же понимаю, что даже этого не было бы. Этого же могло и не быть. Могло и не быть. Ну, и потом случилось следующее, когда телеканал ТНТ стал, на мой взгляд, заниматься таким неким переформатом, превращаться из юмористического, более развлекательный формат, и вот в связи с этим, я так полагаю, появились больше там реальти-шоу и так далее, и тому подобное. Вот. А развлекательный формат, он уже стал уходить меньше. Ну, ну, как бы, на мой взгляд, опять, на второй план, это там... Ну, юмористический формат ушел, как бы. Да, вот импровизация, импровизация, покинул телеканал ТНТ. Чат. Да, дальше там, кто еще был, где логика? Импровизация команды. Импровизация команды, да, вот такие, Comedy Battle, по-моему, открытый микрофон, что-то вот. Да, да, да. Все, все, студия Союз, да, заживо погребенное шоу. И... И все. Так совпало, что у меня закончился контракт с телеканалом ТНТ. Как бы ты уже становишься, ну, доступен для всех приглашений и для всех предложений. И я вот, собственно говоря, откликнулся на приглашение с телеканала НТВ сняться в ведущем шоу «Звезды». Ну, там было «Ого»? Или там где нет? Ну, я к этому «Ого» уже привыкать, что ли, стал, и поэтому... Я доволен тем, что происходит. Ты не жалеешь все-таки, ТНТ столько лет было отдано там из твоей жизни, ты столько там проектов запускал, такие были большие, грандиозные планы связаны с этим проектом. И я могу ошибаться, но вот говорят в кулуарах, что все эти замещения происходили, потому что сменилось руководство у телеканала. Это связано... У телеканала часто сменялось руководство. Это закономерно приходит новый руководитель со своим видением, и он там предлагает свое видение. Дальше там... Ну... У тебя не больно было, когда вот один с другим твои проекты убирали с ТНТ? Я так скажу. Я, знаешь, вот ко всему, вот такое вот случайное совпадение, как вот ситуация с камазяками меня как раз-таки научила и направила на такую мысль, что я вот сейчас ко всему тому, что происходит, отношусь без сожаления только по одной простой причине. Я себе зарубил на носу одну простую фразу. Я сказал, что а ведь этого всего могло и не быть. И вот когда я стал относиться к этому всему вот именно с такой позицией, то мне стало легче все это отпускать. То есть, ну, хрен ли ты платишь, а за мать сидишь, что у тебя, ну, закрыли шоу в диалогах, когда его могло и не быть вообще этого шоу. Ну, вот, ну, то есть, с благодарностью посмотрел в сторону, когда, ну, в ту сторону, где это шоу было, ну, и пошел дальше, потому что, ну, горевать нет смысла. Есть еще один громкий проект в твоей карьере, и как раз про него будет вопрос. Азамат, а когда будет продолжение большого шоу? Или все звезды уже закончились? 7 сезонов за один год, друзья мои, чтобы вы понимали вообще, в каких реалиях мы находимся. Ты еще не была. Ты была. Ты меня звал. Да, ты меня звал. Ты была в списке. Ты знаешь, мне просто кажется, что это не мой формат совершенно, потому что я очень сильно смешливый человек. Я как Яна Кошкина, который зайдет и выйдет сразу. Ну, то есть, в этом-то и вся суть этого шоу. Я не зову людей, которые... Так, а вот этот вот меньше хихикает, вот его нужно позвать. Нет, это не с этой точки зрения. Тут нет ничего в том, что ты проиграешь. Там же такая дикость у вас. Ну, типа, там Дорох с бабкой целуется. Это все отдадим туда. У нас страшный суд Дороха. А по поводу того, что... Ну, по поводу вопроса, действительно, самый такой частый вопрос. Это, ну, мне кажется, даже какой-то флешмоб у подписчиков и так далее. Просто когда большое шоу? Большое шоу снимается в один день. Все снимается в один день, но монтируется очень долго, потому что там 30 камер, 30 телекамер, и там порядка, там, 12 микрофонов навешано, плюс еще микрофоны, которые вокруг, во всей комнате. И во всем этом разобраться, люди, которые занимаются монтажом, они, наверное, понимают вообще, про что я говорю. Это высшая математика. Нет никакой, так скажем, задачи подтянуть, там, подогреть интерес к этому. Мы видим, что интерес есть, нам самим интересно увидеть финальную версию. Вот расскажи мне, я могу ошибаться, это ведь не оригинальный формат. Есть мексиканское шоу, которое снимается по таким же вообще канонам. Вы выкупали как-то права? Если не выкупали, то там что-то как-то менялось внутри? Менялось, ну, многое поменялось. И сама студия, и моя студия отдельно менялась. А формат, вот сам движок, что-то изменялось в движке? Ну, я, честно говоря, не помню, вот тот мексиканский, в чем там заключался, потому что нельзя засмеяться. По сути, ну, и у нас главное правило, нельзя засмеяться. Но у нас все считывает машина бездушная, все улыбки. То есть иногда ты просто человек, ну, грубо говоря, сказал сыр, и машину запипикала, и все, и сразу там, ну, иди, ставь желтую карточку. Я, честно говоря, не знаю вот тонкостей совпадения максимального, или мы вчистую забрали этот формат и показали в России, либо это не вчистую было сделано, честно говоря, не знаю. Ну, как-то вы не договаривались. Мы с мексиканцами не созванивались. У стендап-комиков есть отличительная черта, что у них есть какие-то глубокие социальные темы. Вот, допустим, в твоем жанре, да, где просто юмористическое шоу, нельзя поднять какой-то важный пласт, сковырнуть там, отклеить пластырь. У тебя нет амбиции говорить о чем-то важном для общества? Ну, только честно, сейчас, давай без шуток, вот подостоять. Я сейчас снимаю проект, он называется АЭМ. Это, по сути, проект обо всех нас, точнее, о моих ровесниках, в большинстве своем, ну, и тех, кто чуть позже родился. Почему я считаю, что он обо всех нас? Ну, то есть, в этом проекте я через свои истории, через истории своей жизни, истории жизни своих родителей, своих родственников, родственников, давай, жены тоже там. Ну, просто я хотел сказать, родственников и жены, как будто жены не в родственниках. Детях и друзьях, история о них, как раз-таки рассказываю вообще свое, свое мировоззрение, свою вообще позицию в этом, в этом мире и в этом обществе. И это будет какая-то социальная история? Это восьмисерийный, так скажем, сериал, наверное, это не художество. как концерт? Или вот прям, как какие-то скетчи, что это вот именно? Какой формат? Я не знаю, какой это формат, как это объяснить? Это же новое, да? Ну, я не знаю, новое это, просто я не видел все. Просто я слышала о твоем каком-то классном концерте, где ты про серьезные вещи говоришь. Да, вот как раз. Это вот он. Да. Только вы теперь сняли это. Да, мы сейчас приступаем к съемкам. Мы сняли восемь серий в техническом таком режиме, проверили все, и режиссер, Стас Ильченко, придумал, как это все теперь завернуть. собрали в один тизер, предложили площадки, площадка это приобрела. И вот как раз таки летом, осенью мы снимаем, и, скорее всего, зимой я снова стану баснословно богат. Я правильно понимаю, что это вот и будет твой социальный рупор? Да, это такой проект, который, после которого я, наверное, выдохну и приступлю уже так в более свободном режиме. Возможно, даже возьму какой-то отпуск очень такой продолжительный. А про что там? Вот можешь, мы поняли, друзья, серия. Первая серия называется Папа. Она будет про отца. Да. Ты очень проницательная. Нет, я... Первая серия про папу. Давай, ну, она будет про водное поло. Аааа. Первая серия про папу. Она так и называется Папа. Да у тебя же непростая история. Да. А вторая серия про маму. Третья серия называется Детство. В ней, по большому счету, к концу серии я рассказываю, как закончилось мое детство. Вот я четко помню момент, после которого я сказал ну все, теперь и мне это сказали, и я сам это четко осознал, что детство закончилось. Следующая серия называется Брат. И... Это крутой проект, мне кажется, будет очень... И то, что я слышала, все высказываются очень хорошо. Там есть неимоверная история любви. Моей первой любви. То есть это ну какой-то, я не знаю, наверное, второй дневник памяти. Но я так мощно его называю. Обалдеть. Теперь мне интересно посмотреть сериал. Вот так ну, посмотри. Чтобы ты понимала, я про первую любовь очень хорошо чувствую все и понимаю, потому что мой папа, мой отец был влюблен в девушку. Любил ее очень много лет. И уехал учиться в Тбилиси. Военную. Да, он артиллерист. артиллерист в ТАУ. Артиллеристское училище. И там он на выпускном познакомился с моей мамой. И, короче, пообещал на ней жениться. Женился. Я не буду рассказать всю историю, это очень прикольная, смешная история. Они поженились, у них уже там скоро 38 лет совместной жизни, они живут душа в душе. он ее обожает, она обожает его. Они безумно друг друга любят до сих пор. Но при этом у нас в доме хранился портрет женщины. Я всегда спрашивала у мамы, кто эта женщина. То есть открываешь какой-то ящик, и там лежит красивый, нарисованный портрет некой вот девушки. Это Галина. Я говорю, какая Галина? Говорит, папина первая любовь. И я, будучи подростком... От этого фамилия пошла ваша. Галина, да. И я всегда спрашивала, когда была малая, такая, ну, знаешь, еще глупая игра, зачем ты хранишь эту Галину у нас дома? Она говорит, ты не понимаешь, это папина первая любовь. Это очень важно для него человек. Потому что, когда... Блин, ну, у тебя очень... Мудрая, у меня мать очень мудрая. Очень мудрая женщина. И она, понимаешь, когда мама приехала в Казахстан с папой, когда он у нее женился и вернулся обратно в Казахстан, она не понимала, почему на нее там так все смотрят по-злому. Оказалось, что все это время его ждала некая Галина, а он приехал с женой. Ну, то есть... Дисконнект. И я думаю, что эта любовь, которая была к Галине, она же сразу там у него не прошла. Но меня больше всего поражает в этой ситуации мама, которая так трепетная и бережная. То есть, знаешь, мы семья военных, мы переезжали с дома на дом, то есть, постоянно. Там у них за 38 лет совместной жизни, там, сколько, ну, почти 17-18 переездов. То есть, они каждый год куда-то двигали практически, каждый второй год. И эта Галина, этот портрет, переезжала с нами. Ты открываешь полку, там наши фотографии так не хранились в этом сундучке, как Галина. И очень прикольно, что в какой-то момент, вот представляешь себе, тоже мама, она настолько крутая, она настолько настроенная струна ее вот этой тонкой души, что она все чувствует. Мы сидим с мамой на диване, на одном, папа на другом диване, и он лазит в одноклассниках. И он вот так вот делает. Ну, вскликивает мой отец. Мама просто спрашивает, Галина? Он нашел Галину? Он говорит, да, я нашел Галину. И они там еще переписывались, там, как дела, как-то. Ну, нет, типа, а он скидывал ей своих детей, она скидывала ему своих детей. как ты, как твоя жизнь прошла? То есть, такой человек все равно важный. И поэтому мне, конечно, дико интересно все это, первая любовь. Интересно, конечно, как всплывала твоя женщина в твоей жизни. И как ты на это реагировал? Нет, я тебе даже чуть-чуть еще приоткрой и давай закроем на эту тему. Давай. Те даты, которые я тебе назвал в последующем, 2013-2020 год, больше появлялись, появлялась не сама эта девушка, а появлялись новости о ней. Эти новости меня очень, ну, шокировали в какой-то, ну, вот именно в каждый раз только появлялись. Вот. Но это не связано с тем, что у тебя есть еще дети? Нет. Мы познакомились в 2003 году и, ну, и прекратили знакомиться в 2003 году. А если так сильно ее любил, почему ты не женился? Ну, вот в этом всем, в этом всем. Я ездил по городам с этим концертом. Мы ездили с Игорем Джабраиловым, потому что Игорь помогает мне в этом проекте. Мы вместе делаем этот проект. И я вообще не ожидал такой реакции людей. Ну, мне кажется, есть запрос у людей на что-то такое душевное сейчас. Просто напротив меня сидят люди, которые навзрыд рыдают. Я это просто делал для того, чтобы просто хотел рассказать это все. Пришел в одном баре, пригласил ребят, пригласил людей, они сели, и на этот вечер приехал Слауду с Мухаммед. И вот, когда я вышел, закончил, я вышел, я рассказал там две серии, я вышел, закончил. Две серии длились четыре часа. Вот я сел и четыре часа разговаривал. После этого мы вышли, ни один человек не встал, не ушел. После этого я вышел, и Слава, вот тоже он прослезился, говорит, это надо срочно снимать, давай делать. Мы все ждем, мы безумно все ждем. Это I am. Скорее всего, дай бог, этой осенью в дождливый осенний вечерок, когда Москва гудит и все торопятся домой, когда пешеходы поругаются друг на друга, потому что надо ходить не по лужам или не брызгаться. Когда несешь на руках из детского сада ребенка. В этом проекте есть невероятная история про мою настоящую маму. Про твою настоящую маму? Да. В смысле, я не знала, что у тебя есть две мамы? У меня есть мама итальянка и моя мама, которая меня воспитала. Ты никогда не видел свою маму? Да. И тебя никогда не тянуло познакомиться с ней? Они познакомились с папой здесь на стройке Олимпиады в 80-е годы. Угу. В Измайлов они там где-то прятались, жили, потом появился я. В какое-то время они еще что-то там жили-жили-жили, потом ее поймали и депортировали. И она была вынуждена оставить меня и сказала, что вернется и не вернулась. Вы с ней общались когда-нибудь? Нет, никогда. Я просто знаю, что ее зовут Лучий и все. А она какого-то не знаю, как город называется. Саракузи или Саракузи. А ты об этом знал сам в начале? Нет, мне рассказал об этом сначала тетя мне было восемь лет. Кстати, фотография у папы. У папы была фотография. Точнее, потом появилась фотография, потому что ему прислали фотографию эту. Фотография, где они стоят на ВДНХ, вот Лучий и папа, и там папа стоит, ветер дует, и у этой Лучи вот так волосы. Но тогда же фотографий не было, типа, дай посмотрю еще раз фотографирую. Там, ну, вот, давайте я вас сфотографирую. Вот, сфотографирую я вас и все. И вот, сфотографировали, и волосы вот так закрыли лицо, и только вот, я видел только один вот этот глаз, и волосы вот так прикрывали лицо. Больше я... То есть, ты даже не знаешь, как она выглядит? Потом мне предложили вести программу и я тебе не верю. Азамон! Азамон! Ну ты не первая, кто попадаешься. Эта история не будет, потому что это чепуха полная, это вранье. Мне одна и единственная мама, которая меня воспитала, и причем она одна меня и воспитала. Все, что она делала, это все вот я рассказываю. Это все вот есть в том, что я сейчас творю. Спасибо за ответ, Азамон. Вопрос у меня следующего характера. Шоу, кстати, ВК, оно было в противовес другому вечернему шоу, который выходил на ТНТ с Павлом Воли? Нет, ни в коем случае. Нет. Этот проект мы придумали с Гариком Харламовым. Дело в том, что Гарик Харламов, помимо того, что я считаю лучший комик в стране, потому что он прирожденный комик, то есть, это человек, который может смешить просто тем, что он есть. И все. Он нашел такое время у себя вот в жизни, в своем графике, и зная, что я ежедневно нахожусь в офисе Камеди Клаб, он ежедневно стал приезжать ко мне. Просто так. Он говорит, ты, алло, ты у себя? Я говорю, да, я у меня. Он говорит, все, я сейчас приеду. Мы собирались вечерами в такое время, даже чуть позже, там, 11 часов вечера, и мы просто беседовали с ним часами напролет. Мы не шутили, мы не придумывали юмор, мы просто говорили. Он говорит, а вот ты как считаешь, как люди появились? И я ему говорю, там, ну, я считаю вот так. Он говорит, а вот я считаю вот так. И он, ну, у него есть неимоверное количество историй, и вообще какой-то научный какой-то, он в литературу начитался и насмотрелся. И вот это все, он отличный рассказчик, и он просто рассказывал мне, и мы просто беседовали с ним. И я ему говорю, давай с тобой снимем передачу, где мы с тобой не будем вообще шутить, мы будем с тобой просто сидеть и разговаривать. Он говорит, да, назовем это два дивана, потому что я хочу лежать. Я говорю, хорошо. и мы придумали шоу, которое называется Два дивана, и у нас там была рубрика Я познаю мир, ну, потому что мы хотели еще и заработать на этом все. И мы... Чтобы ого! Да, чтобы было ого, и там была рубрика, где мы просто, вот мы беседуем, а потом мы говорим, а сейчас рубрика Я познаю мир. У нас в гостях человек, допустим, из Mercedes-Benz, топ-менеджер Mercedes-Benz, и мы говорим, здравствуйте, там, например, Виталий, он говорит, здравствуйте, мы говорим, что такое Mercedes-Benz, мы не знаем, расскажите людям, что же такое Mercedes-Benz. И он рассказывает, что такое Mercedes-Benz. И так вообще все могут так приходить, кто угодно. Вот такая вот, вот такую интеграцию мы придумали, и вот ради нее мы придумали шоу Два дивана, и чтобы просто беседовать. И мы понесли этот проект продюсеру. Продюсер говорит, давайте, ну, интересно, давайте проверим это вот в технической вечеринке. Мы пошли, собрали зал, рассказали это, люди посмотрели это. Мы поняли, что нам что-то не хватает, ну, и этот не уходит ни хрена. Ну, я имею в виду дорого. Ну, я говорю, ну, давай ты тоже будешь сидеть. И он пришел, сел, и вот мы как бы придумали шоу «Кстати». И таким образом мы запустились. То есть, это не придумывалось как вечернее шоу, как, типа, как, не знаю, глоток, там, теплого молока перед сном. То есть, это не лейт найт, это просто какая-то развлекательная передача, гостевая, куда приходят люди и более свободно общаются, нежели чем на телевидении. Это правда, там хорошая атмосфера. Да. Но я считаю, что это еще гомерически смешная троица. Дорох, Гарик и ты. С ними очень сложно. Почему? Ну, потому что они охотники. Для меня это очень большая и очень классная практика. То есть, ты не можешь там расслабиться ни на секунду. То есть, тебе нужно всегда сидеть и, ну, созидать. Потому что стоит только чуть-чуть расслабиться, и сразу эти двое едят. Так каждый из них думает. они хищники? Да. Там, ну, там очень сложно на самом деле. Ты Гарику не скупишься вообще на комплименты, а Дороха все время чуть-чуть как будто ты ему словесно подзатыльники даешь. Ну, то есть, понятно, что это юмор юмором, но, а почему так? Дорох же тоже очень смешной человек. Дорох самый смешной человек. Я считаю, что он безумно талантливый, потому что оно... Но Дорох смешной в определенных рамках. Вот Дороху нужно быть всегда в рамках. Ну, потому что мы писали ему юмор, он сам это прекрасно знает. Поэтому как только его становится чуть больше в нашей жизни, он... Вот эта вот тонкая грань, между тем, что он очень смешной и, сука, надоел, она... Она очень тонкая грань, действительно. И нужно понимать, когда он эту грань переходит, от там всевозможной любви к нему до вот сразу да что-то такое вообще творится, ну, то есть такой лютой неприязни, это вот буквально один коротенький шажок. Ну, у Дороха других шажков не получается, поэтому... Поэтому... Ну, и он это сам прекрасно понимает. Он поэтому и говорит, что держи меня в рамках, пожалуйста, хотя бы ты. Я стараюсь. вот несу это всю жизнь. А у вас в жизни... Я так поняла, что с Галиком вы прям друзья, с Дорохом вы в жизни дружите? Нам хватает общения в работе. Такое, что мы, допустим, у нас нет такого, что и работа, и дружба, это вот, ну, какие-то разные моменты. То есть проводишь с ним целый день, и у тебя нет потребностей и желания, даже, если быть честным, проводить... проводить дальше с ним время. Ну, грубо говоря, мы с тобой поработали, а теперь пойдем, посидим в кафе, чай попьем. Мы работаем и сидим в кафе, чай пьем. Это и есть. То есть это настолько все вот так переплелось, что уже не разделяешь какого-то такого. Поняла. А дети у нас очень разновозрастные, поэтому какого-то такого прям коннекта у детей не случилось. Они там, ну, наверное, общаются, как-то переписываются, но такого, как я знаю... Ну, плюс у тебя две старшие дочери, да, две девчонки, а это два парня, у которых там, ну, жуки в голове, там какие-то еще, там кого-то поймать, коромыслика. Это мой сын, ты описываешь. Да, ну, а у девчонок там, ну, не знаю, кей-поп и так далее. Спасибо тебе за ответ. Мы двигаемся дальше на следующий вопрос. Азамат, есть вопросик. Ты жалеешь, что больше не можешь прийти на КВН? Ну, вот серьезная тема, потому что я брала интервью у Оли Картунковой, и она прям переживала, потому что она считала, что Александр Васильевич Масляков это такой, знаешь, прям ее КВНовский папа, вот они его детки, и много переживаний у нее вызывало то, что она больше, как бы, не рукопожатая там. У тебя какие эмоции? Я безмерно благодарен Александру Васильевичу Маслякову как человеку Александру Васильевичу Маслякову. Вот есть человек на свете с названием Александр Васильевич Масляков. И вот я такому человеку благодарен. Ни компании АМИК, ни людям, которые возле Александра Васильевича. Конкретно ему благодарен за то, что он сумел на протяжении многих лет держать и развивать за счет предпродакшена такую махину, как КВН, такое явление в стране. Это действительно национальное достояние. Я за это был благодарен. И я ему эту благодарность уже проявлял несколько раз. Я ему выражал эту благодарность, я говорил ему это лично, я говорил это публично. Сейчас, на данный момент, то, что является КВНом, ну, с названием КВН, я это, так скажу, во-первых, уже не смотрю, во-вторых, то, что я вижу, оно мне вызывает такое немножко, как будто бы что-то любимое сломалось. Это не потому, что сейчас так этим КВНом руководят, или так сейчас этот КВН такое сделали. Нет, это просто, это нормальное явление, когда ты говоришь, что вот в мое время и трава была зеленее, и музыка была какая-то ярче, и звонче, и танцевали мы как-то приятнее, не дергаясь, не дрыгаясь. Но это, ну, это нормальное закономерное явление. Я считаю, что КВН в мое время был, там, допустим, лучшим КВНом, который был. Потом, вот если совсем постарчески говорить, ну, все, ерундистика какая-то началась, и все, мне это не нравится. Честно скажу, не нахожу необходимым постоянно говорить о том, что я, ну, благодарен КВНу, благодарен КВНу, благодарен КВНу. Я же уже это говорил. Плюс, ко всему прочему, от того, что я каждый раз говорю, что я благодарен КВНу, ну, ничего не происходит. Вообще. Ничего. Хоть я и не жду взаимности, но, тем не менее, не происходит ничего. И не вижу смысла все время говорить о КВН. Просто я слышала о том, что вот на этом сочинском фестивале, если я не путаю, у вас забрали бейджи. Это правда? Ну, не бейджи. Нам заблокировали двери. Ну, как это называется? Аннулировали ключи. Когда вы приехали на фестиваль, вы хотели посмотреть? Да. Мы приехали к Мизякам писать юмор. Потому что так сложилось годами, что, ну, это уже какое-то, я не знаю, как у лососи на нерест идти. У нас вот каждый год так сложилось, ну, на протяжении, там, 20 лет уже. мы в январе едем в Сочи, и это такое место силы для всех юмористических ребят, связанных с КВНом, когда-то либо. Мы приезжаем в Сочи, ни капли не трогаем КВН, никак не хотим, ну, ничему не помешать, не раздражать, ничего. Мы просто приехали, на свои командные деньги, там, мы там веселились, праздновали наше единение, написали материал какой-то, я не помню, для чего, для каких-то концертов своих. Вот. А оказывается, нам надо было пойти, там, что-то, ну, сказать. Ну, просто, знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь, но вот, если мы развернем и с другой стороны, посмотрим, я так стараюсь делать в своей жизни, есть КВН, потом появляется игра, которые, они все равно похожи, ну, то есть, по факту, там взяли что-то такое, что уже было, тоже заживо погребенное. Ну, переделали и сделали вот игру. Там кто-то из них обиделся, а потом вы такие, раз, приезжаете и будем здесь писать. Они такие, не будете. Я не разобираю этот поступок, хорошо это или плохо. Ну, хорошо, мы такие говорим, хорошо, мы сейчас не пишем, как вы это проверите? Они говорят, не пишите, мы говорим, ладно, не придумывайте юмор, все-все, мы не придумываем. Мы просто ходим. Хорошо, вот это тебе встречный вопрос. Приходят к тебе, забирают всю команду, дорого забирают всех ребят, Макарова возвращают, всех собирают, а тебя оставляют и делают такой же проект, Таразяки, но на другом канале. Допустим. Так это же вопрос, наверное, ну, наверное, есть смысл поговорить с Таразяками этими? Или с тем человеком, кто это... Я разговариваю с Таразяком. Человек, который там участвовал... Нет, мне, человеку, от которого ушли. Что, дело в тебе? Да, смотри, вот эти новые Таразяки, когда они были Таразяками, они же были преданы тебе? Да. Они были тебе преданы, они по любому твоему зову прилетали куда угодно за средства, выпрошенные где-то там, не знаю, в своем регионе, у каких-то там по крупице собранных со всего региона. Нас реально, Камазяков, собирали там по каким-то вообще очень-очень... Нам бабушки собирали деньги вот на какой-то счет. Представляешь, то есть в газете выписывали счет, вот наша команда вот едет куда-то там в Москву, давайте поможем им деньгами, и бабушки в банкомате стояли там по 200, по 300 рублей просто вкидывали эти деньги. Естественно, это были какие-то очень маленькие деньги, но сам эффект этого вот такой был. И тут в какой-то момент приходит человек и говорит, Камазяки, теперь хотите, будете Таразяки и будет вот так, вот так, вот так, вот так, как вы хотели бы. Они говорят, да, потому что здесь, как мы хотели бы, ну, не получается. Вот, вот, а это уже и причина, вот мне что было интересно узнать. Все, поговорили про юмор, про КВН, про проекты, мы двигаемся дальше, у нас тема семьи и отношений. На каких китах держится ваше семейное отношение с женой, потому что мы знаем, что они крепкие, долгие и счастливые. Подскажите, что делать нам, чтобы сохранить такие же крепкие отношения? Киты, это вот не в прямом смысле. Как сохранить крепкие отношения? Сколько лет вы вместе? Ну, с 2007 года. С 2007 года, да. Ну, вот, 5 апреля мы праздновали сколько-то лет. Меня жена считает, я не знаю. Как вы праздновали? Я ей купил что-то блестящее. А мне купили. Блин, мне купили. Какой внимательный муж. Внимательность это один из китов, на котором держится брак Азамата Мусыгалиева. Было там подряд несколько подарков, и я... А, ну тебе подарили много подарков. Нет, нет, они просто даты были подряд, и я не помню, что из этого всего подарили мне именно в этот день. Ну, перечисли все, мы разложим. Жена мне подарила сумку. Какую сумку? Какую-то сумку, которую можно носить, ну, вот, маленькие вещи. Часы. Дорогие часы? Да. Да. Она тебе подарила? Да. Она откладывала? Там, конечно, она работает у тебя? Нет, я ей дал деньги, и она... Все, что она могла заработать, работая, это рядом не стоит с тем, чтобы... с тем, что она сделала, не работая, находясь с детьми рядом. Конечно. Это такая же работа, даже еще хлеще, я считаю. Я тебе про что и говорю. Вот все, что она могла заработать в денежном эквиваленте, это, ну, не может быть даже в одной графе по ценностям, которые она выполняет вот по... своим, так скажем, материнским предпочтениям. Скажи, пожалуйста, а то, что не работает, это ваше совместное решение, или это она больше так хотела, или ты настоял? Ну, какое-то время мы переехали в Москву, дети были очень маленькие, старшая дочка только-только пошла в первый класс, младшая два годика была, и там, бежать на работу, ну, я был против того, чтобы она... потому что я такой очень переживательный человек, и переживал бы за то, чтобы, ну, там, дети там в садике, в школе одна, а ты на работе, и как там что-то может случиться, тем более все это рядом, и, ну, мало ли, что может произойти, поэтому давай ты будешь начеку, а я пойду зарабатывать. Ну, и все, и она привыкла. Да я шучу. Ну, и все. Как-то вот так вот все у нас завелось, дети стали расти, и они долгое время не росли, а потом начали расти, и... Ну, в моих глазах они долгое время не росли, они очень долго были маленькие, а потом они вот сейчас в какой-то момент очень быстро выросли, и там, ну, сейчас вот старшая, она вот выше, со мной ростом, младшая выше Виктории, и поэтому, ну, с ними сейчас уже даже как-то, ну... Ну, почти стюкаешься уже. Ну, да, как-то, ну, младшая еще совсем маленькая, ну, все равно осталась маленькая, а старшая там уже какие-то у нее проблемы, какие-то свои, какие-то вопросы у нее. Подростковые, да, там. Ну, да, да, да. Слушай, а расскажи, пожалуйста, как вы познакомились с женой? Я правильно понимаю, что она в тебя влюбилась, когда ты еще не был Азаматом Усагалиевым? Ну, да, это был 2007 год, ну, нет, я там был Азаматом Усагалиевым. Я Азамат Мусагалиев? Ну, в смысле известным. Я был студентом Астраханского государственного технического университета. Специальность моя называлась комплексное использование охраны водных ресурсов. Это факультет биологии и природопользования. А Виктория училась на соседнем факультете. Там нужны детали. Тремя годами позднее она поступила. Да, двумя годами. Она очень просто развита, не по годам. И она училась на рыбохозяйственном факультете на специальности промышленной рыбки. Еще больше деталей. Это рубрика «Неинтересные истории в деталях» с Идой Галич. Так. На факультете промышленное рыболовство. Это такой студенческий городок, где очень много корпусов учебных и рядом общежития. Я жил в общежитии номер 8 и так получилось, что она тоже жила в общежитии номер 8. Но я ее никогда не видел. Она оказалась еще из Камазяка. Мы в одной школе учились, но я ее никогда в жизни не видел вообще. И вот я там вечером шел с какой-то посиделки с ребятами. Я просто шел в общежитие и увидел двух девчонок. Я просто догнал их, спросил, говорю, вы куда идете? Они говорят, мы идем в общежитие. Я говорю, вы в этом общежитии живете? Они говорят, да, я вас никогда не видел. Они говорят, мы здесь живем. спросил, в какой комнате. В такой-то, в такой-то, 212-я, по-моему. 212-я комната, второй подъезд, второй этаж, секция справа. Я заходил к ней в комнату, у них стоял тут сразу шкаф, обеденный стол, поворачивался налево, тут стоял еще один шкаф, там была кровать ее подруги, которая не очень хорошо ко мне относилась. С какого факультета была подруга? Она, по-моему, училась на финансы и кредит. А у Виктории была, вот как раз, угловая кровать, и тут стояла еще одна, и там тоже одна девчонка была. Но она еще более-менее как-то там способствовала тому, что когда я ухаживал за Викой, она как-то еще помогала. Скажи, пожалуйста, Азамат, когда ты понял, что ты любишь свою жену? Кстати, сразу. Короче, в Камазяке, там, где находился ее дом, там было асфальтированное место. Там был асфальт. Так. А чтобы дойти до моего дома, нужно было пройти по степи. Надо было идти по степи. А когда там пройдет дождь, это все развозило вот так, и потом проходили коровы, и потом это засыхало, и поэтому идти было вообще невозможно. Вообще. Потому что оно было все в коровьих следах, и ты, ну, тем более, девчонки в туфлях там и так далее. А мы приезжали в Камазяк, уже встречались уже, и я говорил, пойдем ко мне домой. И мы шли ко мне домой, она шла в туфлях, и она говорила, я вообще нахрен туда иду. она злилась на дорогу эту всю. Она говорила, я ненавижу туда ходить, потому что это невозможно туда идти, как ты там, где ты, и я говорю, давай ты тогда будешь как к себе домой туда ходить. Вот если бы там был твой дом, ты бы, ну, не ныла бы, просто шла бы к себе домой. Она говорит, типа, это что? Типа, я сказал, ну, вот там, давай это будет твой дом тоже. И все, так мы поженились. Ну, так мы договорились, чтобы я ее своровал. Это интересная история. Интересная, конечно. А многие жены комиков становятся в медийном пространстве популярными личностями. Кто-то пишет книги, кто-то снимается в ток-шоу, кто-то ходит на различные программы. То, что Виктория вне медийного поля, это ваше совместное решение и ее выбор, или ты настоял? Я никогда не препятствовал там какому-то ее развитию и так далее. То есть она сейчас, она очень погружена в детей, очень много делает для них, очень много получает знаний в этом вообще. Ну, и у нее никогда не было такого, чтобы там, давай теперь я тоже буду. А давай теперь я буду какая-то там инстамама, или там психолог. Давай я теперь буду. Ну, вот если бы она захотела, ты бы поддержал ее или дома постебался? Просто интересно, ты какой муж? Ну, я не могу поддержать все. Я же трезвый человек. Ну, вот, допустим, она приходит, говорит, я сегодня решила печь тортики, бенто-тортики. Ну, давай попробуем твои тортики. Ну, если они действительно, ну, имеют какую-то ценность. Ну, вот она говорит, я решила вести мамский блог, можешь мою страничку у себя в инстаграме пропиарить. И если в этом есть какая-то ценность, если я в этом вижу какую-то, ну, мы честно разговариваем, если она мне говорит, вот я сняла вот такой блог, я скажу, ну, это чепуха, это невозможно смотреть, ну, или это, или такое уже есть. Чуть-чуть пахнет абьюзом. Ты вообще абьюзер? Ни в коем случае. Я просто честный человек. Ну, понимаешь, что, лучший редактор, это она. То есть, я ей говорю, представляешь, я вот хотел придумать вот такое решение, она говорит, да это говно, что ты говоришь. Ну, не вздумай так и шутить. Я такой, ну, ладно. Я говорю, а вот такая шутка. Она говорит, вот это классно. Я говорю, да мне это не нравится. Она говорит, ну, зато классно, оно тебя показывает вот таким, таким, ты вот тут вот так классно пошутил. Ну, то есть, это редактор. До этого мама была у меня редактором, теперь вот она. Назови мне три качества своей супруги, за которых ты больше всего ее любишь. Виктория, она какая? Виктория очень настоящая. Она настоящая? Я вот так по сторонам смотрю и вижу очень много примеров людей, которых испортило их положение, ну, в какой-то мере. И то, как моя жена распоряжается ну, что-то греха-то и тем, что у нее есть. Ого! Вот это же все ее тоже? Да. Она не изменилась за год до вашей совместной жизни, я правильно понимаю? Ну, то есть, в ней ничего не испортилось, никак на нее вот эти вот деньги не повлияли. Да. Третий ребенок, это твой финальный аккорд или ты еще планируешь детей? Ну, смотри, смотря на каком инструменте, ты... Это финальный аккорд. Продолжаем тему семьи, давай посмотрим на экран. Азамат, я вот знаю, что вы недавно стали многодетным отцом. Расскажите, пожалуйста, какие есть плюсы и минусы подводной камни, может быть, у многодетного отца? Пособие, опять же. Плюсы. Бесплатная парковка. Бесплатные обеды в школе должны быть. Что такое? А, обед? Да, обед. Нет, там не может быть бесплатных обедов. У тебя платная школа? Да. У детей? Да. Дорогая? Я не знаю, жена платит. Почему платная школа, частная? Мы поменяли место жительства и ближайшая была, ближайшая хорошая школа была. Частная? Да. Нет, я просто спрашиваю, каково быть многодетным отцом? Да классно, классно. У меня просто еще такая особенность, что старшей дочери 15 лет, младшей дочери 10 лет и сыну вот 0 лет. А в чем особенность? Особенность в том, что они очень-очень разновозрастные, очень. То есть, очень большой промежуток. И поэтому вот тот человек, который сейчас родился, он вообще себя чувствует максимально расслабленно. у него три рядом любимые девочки. Ну да. Мама и две сестры. У него нет какой-то там, то есть, дефицитов во внимании у него нет вообще. Он целый день всегда кто-то его носит на руках. Ну а ты-то как себя чувствуешь многодетным отцом? Ну это какое-то другое настроение уже. Мальчик это уже, ну, сын, это какое-то другое ощущение. И планы другие, и ну, настрой другой. Что отличается? Ну как будто бы меня чуть-чуть расслабило. То есть, то, что теперь у тебя есть сын, ты немножко подвыдохнул как будто бы. Ну как будто бы совсем скоро вырастет человек, который поможет мне тащить эту махину. Нет, я жучу. Нет, просто, ну как бы, я не знаю почему. Ты бы хотел еще детей? Да. Еще через пять лет? Хотя бы каждые пять лет. Я иногда спросил у жены, она говорит, да. Еще? Ну она говорит, как будто бы это прикольно. Мне кажется, это прикольно. Мне кажется, ребенок держит. Вот когда он родился, я спросил сразу, ну прикола ради. Она говорит, нет, ни в коем случае, хватит, все. И вот сейчас как будто бы прикольно. Ну я не знаю, попробую чуть-чуть попозже еще раз спросить. А нянечка есть у вас? Нет. Она сама вся? Да. А вот дома помогает кто-то? Периодически она приглашает человека помочь. Еще просто сестра живет здесь у жены. Она тоже помогает иногда. Ну когда там что-то надо по хозяйству или когда мы ждем гостей. То есть у вас же просто, я так понимаю, что большой дом, трое детей. Вы же в доме живете? Ну, иногда да. Это такое большое пространство, где обитает вся семья Мусоголиевых. Ну то есть я думаю, что только на одну уборку, стирку, глажку, еще и маленький ребенок, откуда у нее столько сил? Я не знаю. Я вообще не знаю, откуда. Ну честно, не знаю. Я приезжаю, она еще не спит. И встаю, она уже ходит. Было такое, что вы брали и улетали вдвоем куда-нибудь? Да, это на одну из годочин мы улетели, попраздновали и вернулись. А расскажи мне, Замат, ты рядом с женой, ты ее тоже смешишь? Или ты с ней серьезный? Ее невозможно рассмешить. Она серьезная женщина? Ну, как сказать, ее смешат очень простые вещи. Например? Ну, кто-то упал. Ну, то есть, если я бы шел, съел банан, положил кожуру и сам на нее подскользнулся бы, вот это бы, вот это бы ее рассмешило. А вот я такой говорю, вот смотри, какая-то выверенная шутка, литературная какая-то. Она говорит, ну, это для кого-то, наверное. Ну, для твоих передач, может быть. Не смеется. Потому что это столько было вообще в жизни, ты представляешь, на протяжении всего КВН, на протяжении вот всего. Вот у тебя три ребенка, три, и ты взял себе еще команду детей, футболистов, и стал президентом футбольного клуба 10. Давай объясним, что ФК-10 это команда, которая играет в медиалиге, играет довольно неплохо. в прошлом году. В прошлом году плохо, в этом году вот стартовали мы, ну, удачно стартовали, сейчас вот нас только-только... И Азамат не только является президентом вот именно вот этого ФК-10, а ты еще помогаешь ребятам создавать контент. Это какое-то некое продюсирование, вот использование своих связей, заманивание к ним некоторых звезд, то есть и вот вопрос у меня такого характера, для чего тебе это нужно, потому что ты производишь впечатление очень-очень занятого человека. И откуда такой ресурс и силы, чтобы этим заниматься? Вот эта деятельность под названием футбол как раз-таки и есть вот этот вот так скажем чан с новыми силами для работы, которая мне привычна. мне в какой-то момент стало просто исполински необходимо поменять вообще свой взгляд. то есть мне поменять обратить внимание на что-то другое. Я разложил вот так вещи, которые мне интересны. На лошади кататься я не могу каждый день. Гербарии быстро надоели. Я реально занимался гербарием. А как появился футбол? Футбол. Он существовал до меня. Азаматик, как появился футбол в твоей прекрасной жизни? Я как бы примкнул к нему, потому что я всегда любил футбол. Всегда, с детства. Я в детстве даже занимался футболом, но там, где я занимался футболом, там же это, так скажем, мечта и умирает у большинства мальчишек. И мне мой папа сказал как раз таки тогда, что это тебе не поможет вообще в жизни никак, это все завязывай, и это не будет никогда. Ты не будешь футболистом никогда. То есть это некие детские амбиции. Да, я не скрывал это, я всю жизнь мечтал, ну, как-то быть причастным к футболу. Мне это всегда тянуло, всегда. Я отменял съемки, ну, то есть втайне. Я говорил, что я болею, на самом деле я смотрел футбол. Я заставил детей любить футбол. Ну, старшую дочь, младшую дочь, ну, младшая дочь, наверное, искренне относится, старшая уже видно, что не искренне. И я договаривался с руководством Спартака, чтобы мои дочери выходили в начале матча с футболистами. И, ну, я сейчас понимаю, что это ошибка, большая, из-за любви ко мне. Вот на такое я шел ради футбола. И как только появилась маленькая зацепка, что я могу быть причастен к какому-то там футболу, где я могу быть кем-то вообще, ну, помимо футболиста, оказывается, есть еще кем-то, может быть. Там такой порог входа вообще футболистов, что я не могу там сейчас своими науками футбольными что-то там демонстрировать. Поэтому я как раз-таки нахожусь вот, так скажем, у поста руководителя. И почему это не приносит мне никакого дохода. Вообще. Я настолько заметил за собой. Я чуть-чуть летаю там. Так это круто. То, что делает тебя счастливее, то почему не... Каждый день у футболистов тренировка в 10 утра. И я вчера вернулся со съемок в 2. И ну, каждое утро ну, на тренировке. Каждое утро я на тренировке. Я спрашиваю у ребят, как у них настроение, что нужно, так, чтобы вы играли в футбол. Мне приносит удовольствие наблюдать это вот на расстоянии вытянутой руки. Обалдеть. Ну, вот такая, так скажем, недолюбленная любовь к футболу в детстве. Вот если бы я футбол перелюбил в детстве, я бы, наверное, сейчас более скептически к нему относился. Но тогда мне как бы не дали его долюбить. И я специально купил квартиру возле стадиона Спартака. То есть, по факту, ты сейчас исполняешь свою детскую заветную мечту. Да. В твою жизнь интегрирован футбол. Да. Это же классно. Итак, Азамат, у нас последний для тебя вопрос. Азамат, боишься ли ты, что когда-нибудь твой успех закончится? Да. Страх это защитная реакция организма. Мы на протяжении всей жизни переходим с одного уровня на другой. И вот когда вот момент подхода к другому уровню, человек испытывает страх. Если ты переборол этот страх, ты перешел на другой уровень. Есть люди, которые не перебороли этот страх, они остались на этом прежнем уровне. И это всегда на протяжении всей жизни, до конца дней своих. Вот тебя повели в первый класс. В первый класс маленькая девочка, 5-6 лет тебе было. Тебе говорят, завтра первый класс. И ребенок испытывает страх. Он просто не понимает, что это страх. Что там в первом классе? Что там дальше будет? Какой первый? Что это такое? И этот страх очень быстро развеивается, когда тебя мама ведет за руку, папа тебя ведет. Тебя красиво надели, отвлекли, тебе дали цветы и все такие дети тоже вместе с тобой идут и ты не замечаешь этот страх. Заканчивается школа, тоже страх. Что там дальше будет? Куда поступать? И так далее. Это тоже страх. И тебе его нужно просто перебороть. Но ты его не можешь не перебороть, потому что тебе некуда деваться. Обратно пути нет, тебе в школу никто не оставит. И ты тем более вместе со всеми у тебя гормонах лечит. И ты вместе со своими одноклассниками вы вместе куда-то шагаете. Замуж выйти, тоже страх. Но ты за руку со своим избранником вместе делаете этот шаг, вместе перебариваете этот страх. Ребенок и так далее и тому подобное. С тобой всегда кто-то рядом и тебе всегда это помогает. Самый большой в жизни страх это страх смерти. Когда ты остаешься один, ты просто не знаешь, нет ни одного человека, который знает, что там дальше после смерти. Это самый большой страх. Люди больше всего в жизни боятся страха. Поэтому они ищут какие-то ответы хотя бы... Какие ответы? Ответы есть только в религии, например. Поэтому люди, наверное, к концу жизни, предчувствуя это, больше обращаются в религию. Мало молодых людей, которые есть, конечно же, не так часто встречаешь богобоязненных, как минимум, людей, нежели во взрослом возрасте. Поэтому вопрос про страх. Боишься ли ты того, что успех когда-то закончится? Немножко некорректный вопрос в том плане, что успех же это не просто сплошное время, которое вот всегда успех. Сегодня успех, завтра проснулся, тоже успех. Просто успех, на мой взгляд, он состоит из маленьких шагов, из маленьких шагов, из маленьких целей. Успех я называю достижение цели. Вот ты достиг цели, это успех. Не достиг, это не успех. Чтобы достичь какой-то большой цели, я, допустим, для себя решил, что я буду делать очень много маленьких засечек. Чтобы всегда чувствовать себя счастливым. Всегда. Такую вещь прочитал про богатство. Так. Ну, в твоем понимании богатство это что? Время. Время. Всегда. Чем больше у тебя времени, тем ты богаче. Да. А у тебя? Вот я стараюсь сейчас больше к богатству относиться с точки зрения богатства. Богатство это разница между твоими потребностями и твоими возможностями. И я даже жене это пытаюсь объяснить. Ну, то есть, если ты получаешь огромное количество денег и при этом у тебя огромные потребности, то человек не может себя чувствовать богатым. Потому что ему все время не хватает. А если у меня, например, ну, если у меня какие-то не особые какие-то потребности и при этом ну, достаточные возможности, то как раз вот эта разница, которая остается после реализации этих потребностей, ну, это и есть богатство. То есть, и я поэтому сейчас говорю даже там, чтобы быть богатым, ну, либо надо повысить свои возможности, либо понизить свои потребности. У меня в кабинете на всю стену вот так, такая огромная, я попросил своего менеджера распечатать фотографию города Камызяк, чтобы я всегда мог видеть это место. В какой-то момент, чтобы я мог видеть, куда я не хочу, а в какой-то момент жизни я мог видеть, откуда я вообще взялся. И это, ну, очень сильно помогает. По крайней мере, мне. А ты не хотел бы участвовать в жизни города? У меня вот многие люди, кто чего-то добились, они потом что-то строят для своего города. Тем более, если вам там собирали денег, что-то... Вот ты вот как, ты как сейчас житель этого города разговариваешь. Вот они, между прочим, что-то строят для него. Опять-таки, приоткрою тебе... Это вот, видишь, какого мне... Очень полезное я к тебе пришел. Это вот как раз-таки будет в рамках промо моего проекта. Вот как раз-таки в проекте АЭМ совместно с компанией, которая нам помогает, мы попробуем сделать для города Камазяка очень интересную историю. Это круто. Социальная история. Мы будем ждать. Во-первых, спасибо тебе за интервью. Во-вторых, ты честно практически всегда отвечал на вопросы. И у нас есть такая традиция в конце нашей программы, ты можешь задать любой вопрос мне, и я тоже отвечу тебе честно. У тебя есть вопросики? У меня вообще нет таких вопросов. У меня вообще нет к людям вопросов. Вот это меня на самом деле немножко беспокоит. Почему? Но я настолько абстрагировался, что у меня почему-то нет к людям вопросов вообще никаких. Невероятный, смешной, талантливый, красивый, так считает его мать, Азамат Масагалиев. И к нему больше нет вопросиков. Спасибо большое. Ой, не могу. Спасибо тебе большое. Ну, получилось все. Все супер, ты что, я так благодарна тебе.